В Киеве завершился этап Кубка Украины по фехтованию На шпагах все украинские соревнования сильнейших Представитель Харьковской области Дмитрий Корюченко Дошел до финала турнира и только там остановил победный ход Уступив товарищу по сборной Богдану Никишину из Днепра У Корюченко таким образом серебряная медаль Здравствуйте, это спортивный интерес Только главное событие харьковского спорта за неделю Сегодня в программе Теннис Марина Чернышева добыла пятый титул АТФ в карьере Бадминтон Харьковчане закрыли год медалями турецкого турнира серии International Легкая атлетика Зимний сезон у взрослых открылся чемпионатом Харьковской области Обзоры матчей с участием харьковчан в командных видах спорта Бокс Итоги 21-го мемориала Бориса Андреева Другие события недели с участием харьковских спортсменов Харьковский теннисист Владислав Орлов Отыграл 15-ти тысячник АТФ в Турецкой Анталии Воспитанник уникорта и студент Каразинского университета дошел до финала парного разряда В нем он вместе с грузином Георгом Цивадзе встретились с голландской парой Глен Смит с Колин Ван Бэм Первый сет завершился в пользу голландцев на тайбрейке Второй они выиграли 6-2 Еще одна студентка Каразинского Марина Чернышева и тоже в Анталии Добыла пятый профессиональный титул ITF в карьере На пути к финалу она прошла соперниц из Грузии, России и двух румынок А в финале сошла с еще одной россиянкой Алиной Силич Стартовый сет Чернышева выиграла под ноль В шестом гейме второй партии она прервала серию из пяти брейков и повела 4-2 Но соперница сравняла счет Перед началом тайбрейка игру остановили из-за дождя и возобновили только спустя 3,5 часа Харьковчанка не смогла реализовать два матчбола и соперница выиграла тайбрейк Но в решающем сете Чернышева трижды взяла подачу Силич и только раз позволила сопернице брейкануть, выиграв 6-1 Мне наверное помогло в третьем сете то, что я уже расслабилась Отпустила ситуацию, что я не успеваю на свой самолет И я расслабилась и начала играть более активно Опять-таки, как это было в первом сете И получилось быстро выиграть третий сет Успеть на самолет Но я начала играть больше турниров Не было травм, из-за которых пришлось пропускать По юниорам я не могла выступать хорошо, потому что были какие-то травмы И мы мало играли, много тренировались Я сыграла очень много матчей, там если на профайле посмотреть, то наверное около 60 Просто в этом году не получалось показывать хороших результатов на более высоких категориях А в следующем уже будем смотреть по-другому планировать календарь На счету Чернышевой есть еще пять титулов АТФ в парном разряде Женская теннисная ассоциация подвела итоги сезона Первая ракетка Украины Элина Светулина в 2017 году показала лучшие результаты на Харди в WTA туре Харьковчанка выиграла три титула в Тайване, Дубае и Торонто Всего 79% матчей на этом покрытии Кстати, тайванский титул Светулина будет защищать после открытого чемпионата Австралии Более того, на WTA International она заявлена первым номером посева И еще один рейтинг с участием Элины Она попала в сотню самых влиятельных людей Украины в 2017 году по версии журнала Focus В столице Турции прошел местный этап бадминтонной серии International В женской парной категории харьковчанки Марина Ильинская и Елизавета Жаркая были четвертыми сеянами и стартовали во втором круге Они последовательно обыграли румынок и две турецкие пары Но еще один турецкий дуэт Бенгис Арцетин и Насликан Инци оказался им не по силам, потому на груди серебро Для вновь созданного только в сентябре тандема результат неплохой Мы потихоньку развиваем это И я считаю, что наша пора становится все лучше и лучше Так как мы первые месяцы только сыгрывались Сейчас мы уже чувствуем друг друга лучше И понимаем И если у кого-то что-то не получается, то выкручиваемся Это уже как привычка Второе серебро же Аркайда было в миксте с Валерием Отращенковым На пути к финалу харьковский дуэт победил узбекско-белорусскую пару турок Вторых сеянных датчан и в супер напряженном и принципиальном поединке на 24-22 третьей партии Российский микс В финале украинцы уступили немкам Петеру Каус Бауэру и Ольге Конан Что тоже хороший результат, учитывая, что в таком составе наша смешанная пара не играла очень давно В финале мы играли против опытных спортсменов из Германии То есть это ребята из сборной Германии, которые специализируются именно в парных категориях И там наша задача была показать хорошую игру и у нас это получилось Мы даже сыграли на 21 партию и в принципе я и Валера довольны своей игрой в миксте Турнир подвел итоги года для всего украинского бадминтона и игроков харьковского бадминтонного клуба в частности Для Ильинской это был первый год во взрослом спорте, в который она вошла в статусе вице-чемпионки юниорской Европы В новом возрасте новая игра На взрослом турнире как бы все спортсмены опытные и все через что-то прошли И уже остались те, которые что-то из себя представляют в бадминтоне И получается выходишь в первом туре и не на какого-то левого спортсмена Если это по юниорам, то это в основном слабый в первом туре А уже выходишь против сильного и приходится сразу мобилизовываться и выкладываться как в финале Поэтому сложнее стало играть как в физическом плане, так и в эмоциональном Для жаркой сезон разделился на две части Сначала она играла пару с Натальей Войцех из Днепра Затем, когда партнерша начала сольную карьеру, объединилась в игре с Ильинской Разделительной чертой стал чемпионат мира, сама квалификация на которой это уже высокий барьер Взять его удалось Уровень на чемпионате мира невероятно высокий И, во-первых, просто участие на соревнованиях такого масштаба уже делает тебя лучше То, что ты попадаешь в эту атмосферу, то, что ты выходишь на корт вместе с лучшими игроками мира Уже значительно повышает твой уровень как игрока и как спортсмена То есть я думаю, что это неоценимый опыт, с которого можно стартовать еще выше Возвращаясь к турецкому интернешнлу необходимо добавить, что Отращенков стал бронзовым призером в мужском одиночном турнире Бронзовый призер Олимпийских игр в Бразилии Богдан Бондаренко и его отец и тренер Виктор Бондаренко получили государственные награды Сам прыгун в высоту удостоен ордена за заслуги второй степени и его наставник третий За высокий результат ранее руководитель Харьковской области передала Богдану Бондаренко ключи от двухкомнатной квартиры Также ему назначена стипендия президента Украины Кроме того, легкоатлет стал почетным гражданином области Сейчас наступает такой зимний сезон, мы сейчас не будем выступать зимой Будем немножко отдыхать, чуть-чуть заниматься восстановлением после небольших травм Такого плана, чтобы немножко отдохнуть и уже в полной мере подходить к этому летнему сезону Либо скорее уже к следующему, потому что в этом году, в 2018 будет чемпионат Европы А в 2019 будет чемпионат мира И это как бы на сегодняшний день, наверное, ближайшая цель Больше чемпионат мира 2019 года Ну и, конечно, основная цель это Олимпийские игры в Токио в 2020 году Награды нашли и других героев легкоатлетического года В Манеже ХТЗ наградили лучших спортсменов и тренеров В номинации лучший легкоатлет и наставник без изменений Богдан и Виктор Бондаренко Результат – 9 место на чемпионате мира Конечно, горечь осталась этого года Рассчитывали совершенно на другой результат Он был очень близок, но, к сожалению, не получилось Будем дальше идти, стараться подняться выше Постараемся стать сильнее от этого В юниорской и юношеской номинации победили представительницы многоборья Ирина Рафе Бикетова участвовала в чемпионате Европы Где подопечная Валентина Исправниковой и Юрия Огородника стала 12-й Студентка первого училища физической культуры Дарья Диханова На мировом первенстве в девичьем семиборье замкнула десятку лучших Сейчас ученица Николая Халаима и Марины Пуповой готовятся к переходу в юниорки Опыт очень большой На Украине я буду себя чувствовать более уверенней И, в общем, хочется еще выше достигать высот Я планирую отобраться во Францию на матчевую встречу Вот сейчас будет в Минск тоже матчевая встреча А чемпионат мира буду стараться Сколько это нужно очков? 5-300, но это же выше барьеры Ядро тяжелей, копье тяжелей, это всемиборье В преддверии чемпионата области награду лучшего взрослого спортсмена Получила прыгунья шестом Марина Килипко На счету подопечной Виктора Шевцова Бронза Европы в помещении И серебро молодежного летнего первенства Первый старт в родных стенах Она прыгала в новом секторе Покорив 4 метра 40 сантиметров И не взяв в сходы 4,50 Килипко прекратила выступление Ничего особенного, все по плану Мы просто приехали после сбора И там чуть-чуть была другая обстановка Мы работали над ошибками И вот ошибки вроде бы как некоторые исправили И не получилось чуть-чуть это все вместе соединить Сейчас на чемпионате области будем выступать Потом на чемпионате Украины, на командном или что там, клубок у нас Перед этим была, конечно, яма вообще не позволяющая здесь не то что прыгать Даже сидеть на ней страшно было Сейчас намного лучше, приятнее и намного удобнее прыгать В секторе для прыжков в высоту С минского корабля на Харьковский бал Стартовала Екатерина Табашник Двумя днями ранее она стала второй На рождественских стартах в столице Беларуси Взяла там метр девяносто два И проиграла только действующей чемпионки мира Ученица Леонида Переяславца В этом сезоне выполнила международный норматив Но при этом в штатной сборной страны Имеет только половину ставки А в рейтинге Харьковской области Не входит даже в первые десять И потому может остаться без стипендии Или это какая-то бюрократическая ошибка Или система подсчета вызывает сомнения Аргумент простой В женской высоте людей с таким результатом У нас кроме Табашник просто нет А на чемпионате области решающей стала Более скромная высота метр восемьдесят восемь На которой остались она и Лилия Клинцова Екатерина взяла отметку сразу Сопернице не удалось Оставить планку в покое трижды Планировалось просто выиграть То есть стояла задача выиграть за академию Показать результат Первое место Вот такая задача Ну и по разбегу прошлись Проверили его и все В принципе никаких таких высоких планок Не стояло передо мной Мы тоже в принципе не ожидали Там ну девяносто Ну девяносто два И пробовать на девяносто четыре Довольно-таки неплохие попытки были На девяносто четыре Можно было брать Ну и технически опять чуть-чуть ошибки были Зимой будет много стартов Хотелось бы попасть конечно на официальный На мир Но там результат завышенный Поэтому будем пробовать Ничего обещать не буду Но будем все пробовать Неплохой состав собрали Километровые манежные дистанции Мужские пять кругов Выиграл Андрей Дещенко С результатом 2.33 На женском километре Основная борьба шла между Участницей молодежного чемпионата Европы Мариной Немченко И студенткой ХГУФК-1 Дарьей Вдовиченко Конкуренция обострилась В середине дистанции Но ученица Евгения Башко Не дала сопернице выбежать из-за спины И финишировала первой Время чуть за три минуты Но цель заключалась в медали Потому что это вузы Потребно было занять Будьте ближе к призыву А точнее выиграть А на час завданий не было Ну по-перше потому что Сейчас такой период уже И еще плюс до того же сессия И тому все это сказывается Тому главное было выиграть Курик выйдет все по-перше нелегкий Но достаточно вдалий Я хочу подякувать своему Першому тренеру Это Башко Евгения Васильевич И Коняхина Инна Федоровна Также хочу нашему спонсору подякувать За то, что он нас организовал Нас поддерживает Наш клуб «Профранк Харьков» Сейчас, можно так сказать На первых местах На всеукраинских змаганиях Из остальных результатов Отмечу победу юниорки Юлии Киселевской На гладких 67,4 секунды По ручному секундомеру Алексей Овчаренко по юниорам И Роман Супрун по взрослым Пробежали 60 с барьерами За одинаковое время 7-8 В ядре Артем Левченко Толкнул 6 килограммов на 18-38 Эдуард Гунько отправил 7 кило На отметку 17 метров 18 сантиметров Женскую длину с большим отрывом От соперниц выиграла Оксана Мартынова Улетев в лучшие попытки на 6-11 Харьковские волейбольные команды Сыграли на своих площадках Матчи 7-го спаренного тура Украинской Суперлиги Локомотив два раза в сухую Переиграл Днепр, который должен был Играть дома, но в силу финансовых проблем Выступает в гостях Юрокадемия на своей площадке Также с одинаковым счетом 1-3 Оба раза проиграла клубу Винница В таблице для харьковчан все по-прежнему Локомотив 1-й, юристы 6-е Ответный матч 1-й, 16-й финала Волейбольного кубка вызова Харьковский Локомотив играл дома Против чешского Бурно Проиграв в сухую на выезде Команде Игоря Зяблицева Было необходимо возвращать Должок с Торицей Пришлось тяжело В первом сете Хозяева выиграли на больше-меньше Во второй партии Активизировался первый темп Харьковчан Что принесло ощутимый успех Победа с разницей плюс 7 В третьем игровом отрезке Благодаря подачам связующего Андрея Боула И ударным характеристикам Стефана Акасановича Чешский клуб взял на 26 Четвертый сет тоже прошел на нервах И тоже перешел в качели С разницей до двух очков И именно нервы оказались крепче у Локомотива Игра выиграна, но по матчам ничья А значит судьбу путевки в 1-8 Решал золотой сет В самом его начале Харьковчане дали слишком большую свободу действий гостям И нагнать упущенную разницу Не сумели 12-15 Я думаю, что опять мы попали в расстановку Когда пасующий вышел И сделал отрыв в золотом сете Но хотел бы облагодарить ребят Что они не бросили даже при счете 1-7 играть Берез до конца Как в принципе сегодняшняя игра Я думаю, где-то начинает вырисовываться Именно коллективная игра Что один друг за другом ребята играют В принципе к ним претензий по настрою По сегодняшней игре нет Они вышли с первого мяча на борьбу И партии получились такие Что и проигрывали, догоняли И выигрывали, подтягивали Локомотив завершил еврокубковую кампанию Едва начав Баскетбольный политехник на неделе Принимал в рамках суперлиги Днепр Три четверти матча сохранялось впечатление Что все сказанное Тимуром Арабаджи На пресс-конференциях в декабре Было сказано и на тренировках Да так, что игрокам стало понятно Но действительно, полный паритет в игре Против достаточно сильного По нынешним временам соперника Лидера таблицы После третьих 10 минут Днепр ввел в счете минимально Исправно били Роман Козлов и Антон Рочняк Никола Вуевич по итогам игры Оформил дабл 10 плюс 12 Одно но В последние четверти гости отзащищались лучше И этот фактор стал переломным Днепр выиграл 10 очков Показатель потерь у нас колоссальный сегодня 26 потерь Очень проблематично Выигрывать такие игры С таким показателем Это, конечно же, заслуга Днепра В том, что они прибавили В конце третьей, в начале четвертой четверти В защите И, естественно, мы стали ошибаться И ошибались достаточно много Политехник по-прежнему замыкает Восьмерку Суперлиги И продолжить чемпионат уже в новом году Матч украинской хоккейной лиги Между Кременчугом и молодежным клубом Динамо Харьков состоялся в Браварах Номинальные хозяева сходу обозначили Серьезность своих намерений Забросив на первой минуте А в течение первого периода Еще дважды Харьковчане пришли в себя В начале второй двадцати минутки Подтверждение шайба В исполнении Руслана Максименко Но до сирены в воротах Владислава Гурко Побывали еще две шайбы Причем одну из них Кремни забросили в меньшинстве В третьем периоде соперники Обменялись голами За Динамо забил Владимир Чердак А итоговый счет остался в пользу Кременчуга 6-2 Харьковский боксер-профессионал Александр Гвоздик Выступающий в США Еще не знает С кем предстоит встретиться в феврале Это несмотря на недавнее объявление WBC О намерении санкционировать бой Между вторым номером рейтинга Гвоздиком И лидером Колумбийцем Элейдером Альваресом А вообще На 2018 год У Гвоздика Чемпионские планы Он хочет провести От трех до пяти поединков А в случае проведения В полутяжелом весе Супер-серии Поучаствовать в ней На ринге ОСК ХТЗ Прошел 21-й всеукраинский турнир Памяти заслуженного тренера Украины Бориса Андреева Молодежный ценз соревнований Автоматически исключал Из состава участников лучших Которые уехали на международный турнир В Азербайджан Да и звание мастера На нем теперь победа не гарантирует Все зависит от количества и качества Участников категории Но красота в глазах смотрящего И желавшие увидеть хороший бокс Его увидели Из хозяев турнира в финале попали трое И первым в силу малого веса В ринг вышел действующий чемпион Украины Динамовец Павел Коваленко Против Андрея Ефимовича Из Броваров Битва мухачей всегда изобилует Большим количеством ударов И технических действий Так было и теперь А подопечный Сергея Данильченко И Виталия Ярового В этом вихре событий По единогласному мнению судей Смотрелся предпочтительней За что получил золотую медаль Из рук тренера Тяжело было, старался, боролся И друг друга А победить по идее Должен был тот, кто окажется Хладнокровнее и умнее По ходу боя таковым казался Хозяин ринга Но в третьем раунде Эта вера колебалась Потому что в одном из моментов Ему отсчитали до пяти По правилам это не значит ничего И тем не менее Осторожность в последние минуты Стала хорошим советчиком Катехину Ученик Алексея Солодовникова И Андрея Толстого Прислушался к ней И выиграл Конечно удивился Потому что я тогда ударил Промахнулся И он мне в тот момент ударил Не сильный удар конечно был Но я провалился И меня читали Я удивился конечно Ну где-то процентов так на 80 Я смог отработать То, что мне сказали Мне сказали больше Руки больше держать Подходить, давить надо было Но мне иногда удары пропускал конечно А так вроде нормально В среднем весе золота Оспаривал еще один хэтезовец Иван Сапун В финале против Дмитрия Майдакова Из Черкасс Оппоненту подопечного Владимира Близнюка Был маститый Двукратный чемпион Европы По младшим возрастам Но то когда было А сейчас физически и технически Лучше оснащенным Оказался харьковчанин Особо это было заметно В концовках раундов Когда по традиции Идет бесшабашный Размен ударами Из него как из всего поединка Победителем вышел Сапун Я очень ловался перед этим боем Парень очень именитый Ну И было тяжело Но я настроился Ну близкие помогали Поддерживали И поэтому выиграл Третий раунд Именно я Это как самый главный раунд Самый последний И поэтому надо было вылиться на всю Ну постарался Ну хотелось больше Я хотел бы сильно выиграть И поэтому Так может и получилось Желание было Сильно большое Победа На счету харьковчан Еще пять бронзовых медалей Мемориала Бориса Андреева Их обладателями стали Кирилл Тисленко Богдан Толмачев Александр Сумин Роман Васютин И Виталий Сирык В Киеве прошел командный чемпионат Украины по прыжкам в воду Восемь спортсменов Из Харьковской области Обеспечили своей сборной Второе командное место На их счету шесть серебряных И четыре бронзовые медали По одной награде Разного достоинства Получила Анастасия Шевчук Две бронзы у Вероники Буйлук По разу призерами чемпионата Стали Мария и Александра Колесник Вадим Недилько Виталий Левченко И Полина Синица В Днепре состоялся Открытый кубок по плаванию Среди юношей и девушек Возрастом от 10 до 15 лет Участвовали полтысячи Представителей специализированных Школ Украины В том числе и харьковские спартаковцы Из их делегаций Особыми успехами Выделились стайеры Которые плыли 800 метров Вольным стилем Карина Снитко Выиграла свою категорию Кирилл Костенко Занял второе место В спорткомплексе имени Юрия Паяркова Состоялось зимнее первенство Школы Харьковской областной федерации Спортивной гимнастики По программам юношеских разрядов Соревновались полсотни Юных спортсменов В возрасте от 5 до 10 лет Самое важное в этом событии Его место проведения Спортивная гимнастика Это базовый вид спорта Им можно заниматься с самых малых лет Из гимнаста впоследствии Можно сделать любого спортсмена Но не наоборот При всех преимуществах Две основные точки для занятий Находятся в центре города Тренировочный зал на Салтовке Это отдушина для родителей Которым не нужно тратить время и деньги На дорогу А энтузиазм хозяев показывает Как даже в тяжелое время Можно преодолеть трудности На пути к высокой цели С помощью бывших гимнастов Олимпийских чемпионов Харьковских Мы достигли договоренности С руководством педуниверситета О создании на базе университета Детской спортивной школы От Харьковской областной федерации гимнастики Когда мы сюда пришли Это был практически пустой зал Мы купили ковер гимнастический Стол прыжковый Брусья Доукомплектовали существующие Университетские снаряды Починили их и начали работать Сначала это был один тренер И всего 20 детей За 5 лет Мы добились того, что у нас 6 тренеров У нас более 100 детей Которые занимаются спортивной гимнастикой детской Также эта школа является основной базой подготовки Сборной Харьковской области по спортивной акробатике Смекалка организаторов турнира позволила поощрить максимальное количество участников Награждали не только по разрядам, но и по возрастным номинациям Это особенно важно для тех, у кого эти соревнования были первыми в жизни Им теперь ясно, зачем они тренируются и к чему нужно стремиться Золотые медали в первом юношеском получили Даниил Тадыко и Ярослав Кроленко По программе второго юношеского в своих годах рождения первенствовали Андрей Градецкий, Егор Правдивец, Иван Мишнев, Даниил Рубинский, Иван Таран, Игорь Юшин, Алексей Мирошниченко и Кирилл Рогачев В самом младшем, третьем юношеском, победили Иван Столяренко, Игорь Обозный, Андрей Григоров и Максим Соловьев У девушек самую сложную программу лучше всех показали Екатерина Соломаха и Мирослава Беляева В легкоатлетическом манеже Харьковской областной организации «Динамо» состоялась финальная часть первого этапа всеукраинских соревнований по футзалу среди детей уятвимых категории «Football for Kids» Турнир нужен, чтобы привлечь детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта, повысить их подготовку и укрепить здоровье Всего в турнире приняли участие 16 команд из Харькова и области По результатам игр определилась команда, которая будет представлять регион во втором этапе всеукраинских футзальных соревнований Ею стала команда «Волна» На юниорском чемпионате Украины по биатлону в Тысовце Львовской области Харьковчанин Александр Пономаренко завоевал три серебряные медали в спринте, гонке-преследовании и масс-старте В последнем из названных видов Оксана Коваленко также заняла второе место На этом все, спасибо, что смотрите нас С наступающими новогодними праздниками спортивного здоровья в следующем году Счастья и удачи! Группа D.A.D.